Слава нашему Господу! Он говорит, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Тема моей проповеди будет «Постушание или повиновение». Я постараюсь коротко, но думаю, что до конца не закончу ее. Мы будем рассматривать три пункта. Первый – наше послушание Господу. Второе – мы посмотрим на пример Иисуса Христа, как Он послушался, как Он повиновался. И третье – наше повиновение, кому нас Бог подчинил. Послушание есть доказанное на деле подчинение своей воле, воле другого. Мы, когда слушаемся или подчиняемся, или повинуемся, то мы не делаем нашу волю, а тот, кто требует от нас. Когда мы читаем в Торозаконе, 27 глава, 10 стих написано, «Итак, слушай глаза Господа Бога твоего, и исполняй заповеди Его, и постановление Его, которые заповедую тебе сегодня». Бог все время обращался к народу Своему, и требовал от народа Своего послушание Ему. Послушание Ему. И Он говорит, так, слушай глаза Господа Бога твоего, и исполняй заповеди Его, и постановление Его. Не только слушай и делай, что хочешь, но сказано, слушай и исполняй, слушай и делай. Когда мы обращаем внимание, Ной послушался глаза Господа, но он послушался и сделал ковчег. Моисей послушался Господа, и не только послушался, но и вывел израильского народа. Когда мы читаем об Аврааме, то в 11 главе послание апостола Павла к евреям, 8 стих сказано, «Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Если Авраам только веровал, но не повиновался. Сколько сегодня христиан есть, которые веруют, но не повинуются, которые нет повиновения. Смотрите, когда мы читаем во 2 главе послание апостола Павла к евреям, то здесь сказано, посему должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получило праведное воздаяние». Мы когда обращаем свое внимание на Слово Божие, мы видим, что непослушание сравнивается с преступлением. Но непослушанием непослушным можно быть. Как часто люди в церкви не слушаются, как часто муж не слушается, жена в семье не слушается, дети не слушаются, и все нормально. Но это и есть преступление. Сказано, и всякое преступление и непослушание получило праведное воздаяние. Преступление и воздаяние на одной полке. Давайте мы обнимем внимание на наше послушание Господу, как мы слушаемся гласа Господа. Потому что сказано, когда Самуил сказал Саулу, «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глаз за Господу». Послушание лучше жертвы, поверение лучше ту ковно. Много бывает, когда христиане хотят выйти здесь, петь, проповедовать, говорить. И они хотят что-то принести перед Господом. Но в то же время они непослушные. И то, что мы выходим делать перед Господом, Господь сперва от нас требует послушания, исполнения воли Его. Поэтому, да благословит Господь и да поможет, чтобы мы все, как христиане, понимали, что наша обязанность – слушаться гласа Господа Бога нашего. Потому что Он живой и вечный Бог. Поэтому и сказано, итак, слушай гласа Господа Бога твоего, исполняй заповеди Его. И постановление Его, которое заповедует тебе сегодня. Идем в второй пункт. Пример Иисуса Христа как для нас. Мы имеем кому подражать. И когда мы читаем послание апостола Павла к филиппийцам, то сказано во 2 главе 6 стиха ниже. «И, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ зорова, сделался подобным человеку и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушный даже до смерти и смерти крестной». Сказано Иисусе Христе, что Он был послушный даже до смерти и смерти крестной. И дальше, смотрите, сказано, «По сему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца». Многие люди хотят достичь что-то в христианстве, «Но без послушания практически, если мы обращаем внимание на Иисуса Христа, без послушания невозможно». Люди достигают без послушания, но как оно пред Богом? Пред Богом невозможно. Сказано, что Христос смирил себя и был послушный даже до смерти и смерти крестной. «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени». Давайте мы посмотрим на детство Иисуса Христа. И мы коснемся сегодня к детей, к молодежи. Когда мы читаем 2 глава, Евангелие от Луки 41 стиха сказано так. «Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда Он был 12 лет, пришли они также по бычью в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметил того Иосифа и матери Его. Но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми. И не найдя Его, возвратились в Иерусалимича Его. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди училей, слушающих и спрашивающих их. Все слушавшие Его дивились разуму и ответом Его. И увидев Его, удивились. И матери Его сказала Ему, Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Он сказал им, зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что он предложит отцу моему? Но они не поняли сказанное им слово. И он пошел с ними и пришел на заред, и был повиновением у них. У кого? У родителей. По виновению у них. И матери Его сохраняла все слова сии в сердце ее. Иисус же преуспевал при мудрости, в возрасте, в любви у Бога и у человека. Давайте мы обратим внимание. И я вам задам вопрос. Не нужно, чтобы вы ответили. Кто, вы думаете, был мудрее Иисус 12 лет или Мария Иосифа? Я думаю, что такой вопрос вам никто не задал. Но на основании Слова Божьего мы видим, что Иисус был мудрее 12 лет, чем Свои родители. Потому что сказано, что все те ущеля в храме, кто был, все слушающие Его дивились разуму и ответом Его. Мария и Иосифа это не могли сделать. Но сказано, когда между ними получилось, как у матери, огорчение, что три дня они искали Его и нашли в храме, сидящий посреди училей. И когда матери его сказали, вот, говорит, Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и ясно, великую скорбь искали тебя. И он сказал, для чего вам нужно было искать меня? Для чего? Христос знал свою позицию. 12 лет Он знал позицию свою, знал положение свое. И он говорит, зачем было вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что он предложит отцу моему? И сказано, что родители Его не поняли сказанные им слова. И как вы говорите, Христос сказал, окей, хорошо, я пойду с вами в Иерусалим и буду повиновенен до прихода времени. Сколько сегодня есть, дорогая молодежь, дорогие дети, подростки, сколько сегодня есть, когда вы стараетесь доказывать своим родителям, что вы умнее, что вы лучше знаете компьютер, лучше знаете телефон, лучше знаете много-много других моментов. Но Христос был на высоте по сравнению с Его Симфорием, но Он подчинился им, был повиновенен у них, был повиновенен, пока пришло Его время. И когда сказали, что мы тебя искали, и Он сказал, зачем было вам искать Меня? Зачем? Или вы не знали, что мне должно быть доме, чтобы приезжать отцу моему? Но увы, родители не поняли, не поняли сказанное им слово. И Он пошел с ними и пришел на заре, и был повиновенен у них. Был повиновенен у них. Знаете, у нас один брат вышел и проповедовал Евангелие, не вышел с Евангелием, а вышел с телефоном из телефона и Евангелие читает. И вы знаете, закончилось собрание, одна старушка сзади сидела и говорит, шов вин все служение там спички зажигал. И вы знаете, одна сестра молодая рядом говорит, бабушка даже не знает, что такое айфон. бабушка может быть не знает, что такое айфон, но бабушка воспитывала 10 детей и все верующие. Бабушка была, я знаю, три раза вызвана в КГБ и осталась верной. И там, где ты, я говорил этой молодой, где ты, бабушка была, а там, где бабушка тебе еще не было. Друзья мои, дорогая молодежь, вам не нужно унижать своих родителей. Нужно правильно себя вести и понимать свое место. Место свое с уважением относиться к старшим поколениям. Потому что здесь сказано, что Христос пришел с ними и пришел Назаретный, был по виновению у них. Хотя он посреди храма стоял и все удивлялись его ответом, его вопросом. Он беседовал и он был выше, чем те книжники, что были там, у челя. «Но он в семье, когда пошел речь о том, что мать с огорчением ему сказала, Чадо, что ты сделал с нами, вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. И сказано, он пошел и пришел Назарет и был по виновению у них. У меня время кончается, я спешу. Давайте мы пойдем дальше. Кому нас Бог подчинил? Кому нас Бог подчинил? Сказано 1 Петра 2 13 «Итак будьте покорны всякому человечественному участию для Господа Царю как верховной власти». Покорны всякому человеческому нечастью. Мы воспитывали в Советском Союзе и мы в Советской власти во многом не подчинялись той, что касалось нашего вероубеждения. Но в других по работам и других наши христиане были как пример для всех. Работали и все делали. Давайте мы посмотрим, как мы подчиняемся и я коснусь вашей специфики, не нашей, где я живу, а вашей специфики. Как подчиняются молодежь этим железным знаком, который по дороге? Тем знаком, который по дороге нужно подчиняться, потому что есть Божий закон в них. Нам кажется, табличка написана в 60, если мы едем в 100, нет проблем. Но там что-то кроется под тем в 60, и нам нужно быть послушным. я ехал по Молдавии с одним братом, и там знак 60 километров, он едет 100, заезжаем в населенный пункт. Я говорю, брат, там 60, ты что делаешь? Он говорит, ничего, дальше 40 уже стоит знак. А он с насмешкой мне говорит, брат, Петя, ты не знаешь математику, 60 и 40, 100, я 100 еду. Увы. А потом делает паузу, говорит, Бог, ангел-хранитель с нами хранит. Я говорю, нет, ангел-хранитель остался там возле знака, за преступником не гоняется ангел. Вот там возле знака остался. Что вы знали? У нас в Молдавии молодой парень вез пасторя в Румынии на конференцию. Только выехал в место, где они жили, 15 километров, даже не было 15, проехал, заезжал в деревню такой скоростью, что там комбайн разворачивался, ударился в тот комбайн, убил пастора и отправил его к Господу. Семеро маленьких детей остались. Я не знаю, что думал тот пасторь, когда видел, что он с такой скоростью ехал. Но факт то, что я спрашиваю, что вы сделали с ним в церкви? Брат Петя, слава Богу, что он с областями кончил. А уже он преступник. Он заехал в деревню, как люди, те, которые свидетели, к Ломтрус кто-то, чем-то имел. Друзья мои, я бы хотел, чтобы мы все поняли. Один здесь мой близкий браток за лето заплатил две с половиной тысячи долларов штрафов за скорость. и к осень остался без документов, потому что лишила и прав. И он говорит, надо жениться, чтобы жена на работу везла меня. Я ему говорил, если бы ты две с половиной тысячи дал Молдаве, мы бы купили молитвенный дом в какой-то деревне, и вся церковь за тебя всю жизнь молилась. Друзья мои, насколько люди не понимают, дорогая молодежь, послушание. Давайте идем дальше. Все. Написано 1 Петра 5, 5. Касаемся церкви, где мы ходим, где мы пришли добровольно, где мы служим Богу добровольно. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг друга, облегкитесь мировым мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Давайте мы посмотрим, как мы подчиняемся нашим пастырям. Как мы подчиняемся? Как пастыря призывает нас к послушанию или к какому-то порядку какого-то? Как мы реагируем? Друзья мои, я хочу сказать, что блажен тот человек, который привык жить послушанию. Послушание. Потому что люди непослушные. Я ехал ночью на машине и ехал в город Сороке есть, там в Молдавии, и ехал 80 километров до моего города, где я живу. Ночью заезжаю по дороге, вижу один человек, а снег и гололед, гололед очень сильный, 40 километров, еле-еле двигался. и смотрю человек на свет, смотрю, идет подруг, что за пьяница в это время? Когда я сравнялся с ним, это просвитер другой конфессии, я открыл окно, приветствую, он говорит, приветствую, а было пол третьего ночи. Он говорит, брат Петя, в это время, наверное, только пастыря и пскопа идут и ходят. И он говорит, я говорю, откуда? Он говорит, два часа, я иду с другого конца города, где был семью. Говорит, убеждал, никого не хотят слушать, никого не хотят слушать. Я пришел, как пастырь, нету там, что говорить. Он свое, она свое, не мерится и все, до развода. Никакой пастырь вам не желает плохого. Никакой пастырь отсюда не учил воровать, ни отсюда не учил драться, ни отсюда не учил наркоманить. А почему-то люди делают это и не обращают на это внимание, что пастыря говорят. Потом, когда попадает в беду, начинает бить тревогу. Друзья мои, да благословит нас Господь. Вы знаете, я заканчиваю. Я хотел коснуться жен, повинуйтесь мужьям, детей, родителям, но это может быть когда-то в другой раз. Да благословит нас Господь. Вы знаете, только скажу одно. Я когда в одном месте проповедовал здесь и проповедовал на тему и сказал, что жены, повинуйтесь мужьям, сразу у меня окружили сестры в собрании. И говорят, если я больше училась, у меня лучше специальность, я больше зарабатываю, почему я должен ему подчиняться. А я сказал ему, это вопрос не ко мне. И я сказал им пример, как мои соседи. Сказал сосед соседу. Сосед живет выше дом его, а другой ниже. И он имеет шесть соток огорода, и на все шесть построил, и камень, бетон залил. Когда идет дождь, все к другому соседу. И тот сосед приходит, дождь идет, он кричит у него, он говорит, слушай, это вопрос не ко мне. Не ко мне. Это вопрос к Богу, почему он сделал так. Зачем ты ко мне? Бог сделал так, что вода идет к тебе. Если я бы жил ниже, вода шла ко мне, надо бы сказать, Боже, что ты сделал эту землю так? Мирские люди, или православные можно сказать, вернее. И я сказал сестрам, сестры, это к Богу эти вопросы. Не к нам. Поэтому да благословит Господь. Да поможет, чтобы мы повиновались Господу. Второе, что мы взяли пример Иисуса Христа как повиновение. И третье, кому нас Бог подчинил. Амин. Молимся. Аминь. 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 Все Надь.